С этим животным, которое пользуется огромной популярностью в Поднебесной, связано очень много мифов и небылиц. Попробуем разобраться. Сегодня мы расскажем о собаках породы Чао-Чао. По одной из легенд перед нами не собака, а девушка, которая без спроса поела вишен в райском саду, перепачкав себе рот. И якобы теперь эта девушка вынуждена жить в теле собаки с темно-синим языком. Легенда красивая, а вот язык у Чао-Чао далеко не сразу становится синим. Когда щенки рождаются, их язык и небо еще не содержат синего пигмента. Кожа у собак темнеет постепенно. Такая краска рта – один из характерных признаков породы. Если небо и язык не выкрашены в равномерно темный цвет, значит перед вами недостаточно породистый экземпляр. Кроме того, следует обращать внимание на расположение хвоста. У Чао-Чао он должен быть загнут вверх и как бы лежать на спине. Размеры среднестатистической взрослой собаки – 50 на 50 сантиметров. В щенячьем же возрасте пёсик выглядит просто как комок шерсти с глазками. Тем не менее, приобретая маленького Чао-Чао, обязательно познакомьтесь с его родителями. К сожалению, собаки такой породы очень склонны к наследственным болезням. Человек, покупая собаку, хочет приобрести красивое, породное и здоровое животное. Правильно? Чтобы не надо было бегать по врачам, чтобы не надо было подшивать глазки, оперировать ножки и лечить бесконечные аллергии. Поэтому собаку надо выбирать от здоровых родителей. Выставки, конкурсы красоты – это всё здорово и интересно. Но это фактически удовольствие для нас, для людей. А собака должна жить, радоваться и приносить своим хозяинам радость, а не неприятности. Породистые, здоровые собаки Чао-Чао всегда ценились за спокойный нрав и красоту. В Китае щенков даже давали в качестве приданного богатым невестам. Так что миф о том, что их когда-то употребляли в пищу, не имеет под собой никаких оснований. Эти животные всегда стоили очень дорого. Собак породы Чао-Чао можно содержать как на улице, так и в доме. Если пёсики живут на участке, то желательно оборудовать им вот такой загончик и домик с подогревом. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы у собак была влажная шерсть. В дождливую погоду им необходимо место, чтобы высушиться. Кроме того, шерсть нужно регулярно вычесывать, по крайней мере раз в неделю. При этом Чао-Чао – одна из самых гипоаллергенных пород. Даже у очень чувствительных людей такие животные, как правило, не вызывают аллергических реакций. Чао-Чао – древняя китайская порода. Эти животные очень спокойны и предельно ориентированы на человека. Ну а если вы решили завести такую собаку, не забудьте познакомиться с ее родителями.